Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сейчас я буду снимать для вас обзор своего нового поступления, своего нового поступления товара. Ну, вернее, наверное, половины товара, потому что половина уже была раскуплена после вчерашнего анонса. Нам позвонили, нам начали бронировать, пришли, покупали. Ну, короче говоря, вот все, что осталось, сейчас я для вас сниму подробно и покажу. Очень важный момент, который я хочу вам в очередной раз сказать, хотя уже говорю не в первый раз. Для того, чтобы сделать покупку, нужно написать на WhatsApp-магазин. Именно написать, не позвонить, не надиктовать голосовой, именно написать. Потому что, когда много покупателей, нам именно в сообщениях гораздо проще отслеживать и заказ, и доставку, адрес. Ну, то есть вот эти вот элементы, эти все моменты должны быть именно прописаны именно на WhatsApp. Потом, очень важный момент, не игнорируйте, пожалуйста, инфобокс. Инфобокс – это полноценная часть видео. Там указаны все наши контакты, и адрес магазина, и ссылка на группу ВКонтакте. Вы можете писать в сообщениях в группе ВКонтакте. И номер телефона WhatsApp, и электронная почта моя личная. Что такое инфобокс и где его искать? У меня есть подробное видео, которое есть на моем канале, где я прям подробно, пошагово показываю, где найти этот инфобокс. Ну, грубо говоря, вы, когда открываете видео, у вас написано название видео, потом вы видите, написана строчка «Привет, друзья!» И дальше есть слово, которое «Еще». Вот нажмите на слово «Еще», и у вас откроется инфобокс. Освоите, пожалуйста, вот эту вот сложную науку, и для вас откроется скрытое… то, что сейчас для вас скрыто. Вот. Ну что ж, сейчас начнем обозревать все, что здесь передо мной стоит, и будем ждать ваших заказов. С чего начнем? Давайте, наверное, с крупных предметов, чтобы их сразу убрать со стола, чтобы они нам не мешали. Посмотрите, вот такой вот кофейник, эмалированный кофейник. Он, я думаю, что новый, я думаю, что им не пользовались. Вот здесь стоят все его данные. У него есть небольшой дефект, у него есть скол эмали около ручки. И есть вот небольшой тоже скол эмали. Что внутри? Внутри он выглядит вот таким образом. Крышка в идеальной сохранности. Для чего? Я не знаю, пользуются ли сейчас такими кофейниками по прямому назначению. Наверное, нет. В основном, конечно, их используют, мне кажется, для декора, для интерьера. Такие кофейники сейчас в Большом Мозе, а этот еще и тем более в очень хорошем состоянии. Стоимость этого кофейника 800 рублей. И можно украсить и кухню, и столовую. Сюда можно ставить какие-то цветы. Одним словом, очень даже хорошие. И в очень хорошем состоянии. После кофейника мне очень захотелось показать вам вот эту вазу. Я не знаю, может быть, это когда-то был Штоф. Мне сие неизвестно. Сейчас никакой крышки у него нет. В принципе, вы знаете, в Штофе, мне кажется, обычно здесь... Ну, ладно, не буду говорить, потому что я не уверена. Сейчас это ваза. Причем ваза очень классная. Такая, знаете, прямо дизайнерская. И форма, и роспись. Роспись ручная. Очень такая интересная, оригинальная, забавная. И такая ваза прекрасно украсит стол. И видите, здесь по сочетанию цветов можно дополнять разным цветом посуды. Посуды разного цвета. И голубой, и белый, и коричневый. И желтый, и зеленый будет здесь красиво смотреться. И текстиль, и другие элементы сервировки стола. В общем, эта ваза просто огонь. Никакого клейма, никакой информации о производителе здесь нет. Стоимость этой вазы 600 рублей. Вот рисунок на двух сторонах разный. С одной стороны вот такой, с другой стороны вот такой. Что здесь есть? Ну вот какие-то, как будто бы дефекты эмали. Но это не скол, это не трещины. Так, в целом, очень хорошее состояние этой вазы. И цена этой вазы 600 рублей. Давайте сразу покажу вам, наверное, молочник. Я в анонсе показывала, что у меня было шесть таких чайных пар и молочник. Они уже все проданы. Оставалась одна чайная пара, я успела ее прихватить себе. Все остальное продано. И остался в продаже только молочник. Молочник Дулёва в прекрасном состоянии. Цена этого молочника 600 рублей. И еще кое-что, что я вам уже показывала. Было у меня четыре чайных пары. Вот такие. И три уже проданы. Осталась одна чайная пара. Ну, вернее, одна чашка и три блюдца. Они все имеют небольшие нюансы. На чашке, вот посмотрите, видите? Не знаю, скол ли это, дефект ли это. Ну, в общем, здесь вот что-то какое-то есть незначительное. Вот видите? Здесь. На чашке. И в наличии есть три блюдца. То есть это пойдет одним комплектом. Чашка и три блюдца. У блюдец тоже есть какие-то вот такие вот небольшие нюансы. Видите? Вот нюанс. Тоже не могу вам сказать, скол ли это, дефект ли это. Вот нюанс. И на этой тоже. Вот такой вот комплект. Одна чашка и три блюдца. Все с крошечными нюансами. Вот цена этого комплекта 550 рублей. Давайте покажу вам что-то более красивое. Посмотрите, какой подсвечник. Он прекрасен. И он идеален. В нем нет никаких дефектов, никаких нюансов. Это хрустальный подсвечник. Производство гусь хрустальный. Он довольно высокий. Красоты, я бы сказала, не земной. Такое у него основание. И цена этого подсвечника 1500 рублей. Начала про подсвечники. Давайте ими я, наверное, и продолжу. Я купила вот такой предмет. Ну, знаете, конечно, строго говоря, это не подсвечник. Это часть от люстры. Но здесь есть широкое отверстие, куда можно поставить свечу. Вообще говоря, купила его для себя, для того, чтобы использовать в своих сервировках. Здесь, у нас в магазине. Но, знаю, опытным путем уже установлено, что то, что я использую для своих сервировок, оно, как правило, люди хотят купить. Поэтому я могу его предложить к продаже, если хотите. Если не хотите, останется у нас. Цена его 300 рублей. Назовем его все-таки подсвечником, хотя, строго говоря, он таковым не является. Он в идеальном состоянии, никаких сколов, трещин нет. И вы видите, здесь довольно крупное отверстие. И оно подойдет под толстенькую свечу. Сейчас я вам покажу, что у нас есть. Просто для демонстрации вам покажу. У нас есть в продаже свечи ручной работы из ващины. Смотрите, есть вот такие вот красивые. Смотрите, какие. Понятно, что, когда нужно будет зажигать, надо будет вот эти вот пакетики отсюда убрать. Потому что это сухоцветные, они горючие. Но я думаю, что взрослый человек это прекрасно понимает. Но так, конечно, вот они красивые. Есть у нас этот вот набор из двух свечей ручной работы. И есть вот такие свечи, они без декора. Они тоже скручены из ващины. Видите, какие они толстенькие. Вот как раз такая толстенькая свеча прекрасно становится в такой, ну, типа подсвечник. Вот, это просто, чтобы вам продемонстрирую. Конечно, есть и промышленные свечи, такие же толстенькие, такой же толщины. Ну, давайте закончим уже с подсвечниками. Покажу вам еще вот такой вот. Я вам вчера показывала в анонсе 2, но уже один продан. Вот такой подсвечник на каменном основании. Свечи у нас тоже есть. Вот сюда очень красиво, мне очень нравится, как смотрится такая вот золотая свеча. Такой подсвечник стоит 1200 рублей. И хочу предложить гостителю для свечи. Я вам сразу скажу, что это, конечно, самодельная работа, не промышленная, но он такой, он интересный. Видите, вот такой вот крючочек с таким основанием. Это часть от какой-то, может быть, от какого-то канделябра, может быть, не знаю чего. И вот такой вот колокольчик. Это как вот для гашения свечи. Его цена 400 рублей. Давайте пару слов про цветное стекло. Я вам сейчас не буду показывать то, что у нас осталось от предыдущих обзоров. Тогда я уже вам позже, после того, как все новинки будут показаны, в другой раз, в другом виде я вам покажу то, что осталось непроданным. Сейчас показываю только новинки. Вот такой вот набор из пяти, не знаю, как их назвать, рюмки зеленого цвета. Здесь два размера. Три большего размера и два меньшего размера. Ну, знаете, мне кажется, это вообще не проблема, потому что, если люди собираются, могут разные люди пить разные напитки, поэтому, мне кажется, что такое допустимо. Они, эти рюмки, в идеальном состоянии. Я здесь не обнаружила никаких ни сколов, ни трещин. Вот два такого размера и такой формы, и три такого размера и такой формы. Продается набором, и цена набора из пяти штук 800 рублей. Чудесные рюмки из тонкого зеленого стекла. Продолжаем с цветным стеклом. Вот такая вот синяя фруктовница на ножке. Она потрясающая, она необыкновенно прекрасная. У меня есть точно такая же уже несколько лет как. И хочу сказать, что да, она очень удобная. Она очень удобная для фруктов. Хотя, если вы сюда нацепите конфет или положите, может быть, какой-то, не знаю, зефир, или даже пирожки, это тоже все будет очень даже функционально и очень даже красиво. Эта ваза в идеальном состоянии. Ну, она, поскольку она винтажная, она, наверное, имеет какие-то небольшие следы бытования. Вот, посмотрите, здесь есть, видите ли вы, здесь есть, наверное, цена, что ли. В общем, какие-то здесь есть выпуклые обозначения. Никаких таких крупных дефектов, ни сколов, ни трещин я здесь ничего не обнаружила. Состояние ее очень хорошее. Ну, может быть, я вам говорю, опять же, может быть, есть какие-то небольшие следы бытования. Цена этой вазы 1200 рублей. Вот такая вот она, красавица. И еще две вазы на ножке, две фруктовницы на ножке. Они не бесцветные, это дымчатое стекло. Может быть, конечно, в камеру вам не очень понятно, но они чуть-чуть, чуть-чуть имеют все-таки цвет. Они одинаковые, ну, или почти одинаковые. Может быть, знаете, если у них был разный год производства, у них, может быть, чуть-чуть какие-то есть изменения, но, в принципе, они одинаковые. Такие они здесь тоже есть. Какие-то выпуклые обозначения, которые очень тяжело учитаются, но, может быть, вы что-то увидите. Давайте сделаю чуть-чуть. Очень красивые, очень эффектные. Мне кажется, они чем-то даже похожи на мальцовские. Вот их две. Они практически одинаковые. Ваза-фруктовница на ножке из дымчатого стекла. Цена 1500 рублей за каждую. Продается, конечно же, по одной. И давайте закончим с вазами на ножке. Вот такая вот. Она меньшего размера. Более миниатюрная. Я на ней тоже не вижу никаких дефектов. Ну, может быть, естественные следы бытования, поскольку она все-таки имеет винтажный возраст. Ее цена 1000 рублей. И здесь тоже есть какие-то обозначения. Здесь 65 копеек, наверное. И еще одна ваза на ножке. Горошек. Видите? Горошек. Это стекло более тонкое. Она выглядит более изящной. Она выглядит более современной. Но она, наверное, есть более современная. Те постаршие. Там, наверное, я так думаю, что 70-х годов. Очень хорошая. Но вы знаете, у меня тут произошло разочарование. Вот здесь я заметила небольшой скол. Уверена, что когда я его покупала, скола не было. Наверное, все-таки во время транспортировки он произошел. Вот видите? Небольшой скол. И поэтому, в общем-то, цена этой вазочки будет всего 500 рублей. Хотя она должна была быть дороже. Красивая, универсальная. Много подойдет. То, что подойдет будет украшением стола. Ну, с небольшим сколом. Но с 500 рублей. Покажу вам еще кое-что за 500 рублей. Посмотрите, какая красота. Это минажница. Это стекло. Ну, посмотрите, какая она эффектная. Какая она красивая. Она в идеальном состоянии. Я думаю, что ей не пользовались. Из-за того, что она бесцветная, ее, конечно же, можно использовать в сервировке любого цвета. Очень универсальная вещь. Три отделения для трех разных аперитивов. Все, что хотите. Можно даже и закуски, какие-то салаты. Какие-то... В общем, я думаю, что была бы посуда, а что в нее положить, мы с вами всегда можем придумать. Вот такая вот чудная минажница за 500 рублей. Покажу кое-что подешевле. Вот такие две селедочницы у меня есть. Я люблю. Мне очень нравится такая форма. При том, что я не люблю и не ем селедку. Но это не обязательно наша амбативная селедка. Здесь можно сервировать все, что угодно. Включая даже какие-то фрукты и десерты, и рулеты. В общем-то, все, что угодно. И даже можно использовать, я не знаю, например, ванны для организации хранения каких-то там всяких флакончиков, мыла и прочего. Это винтажные селедочницы. Ну, я думаю, что тоже, наверное, новые. Здесь есть значок Уршинского стекольного завода. Селедочницы две. Продаются они по одной. И цена одной, цена каждой 200 рублей. Осталось совсем немного. Вот смотрите, вот такая. Мы ее назвали бисквитницей. Бисквитница с крышкой. Вполне вероятно, я не знаю точно, но вполне вероятно, что может быть это, конечно, подбор. Может быть, почему я думаю, что может быть подбор, потому что рисунок на основании и на крышке разный. Но это, в принципе, может быть, конечно, и задумка автора. Но по размеру, по форме они совпали просто идеально. Видите? Поэтому не знаю, может быть подбора, может быть даже и нет. Вот такая бисквитница с крышкой на трех ножках. Крышка с вот такой вот, как ее назвать, с пимпочкой. То, что у нее здесь не острый кончик, я так подозреваю, что он и должен быть не острым, потому что здесь нет никаких зубцов. Здесь просто срезанная ровная площадка. Очень симпатичный предмет. Он, мне кажется, что может использоваться не только на столе, не только для еды, но также и для каких-то косметических, и, может быть, для хранения бижутерии. В общем, в качестве шкатулки. И стоит такая бисквитница тысяча рублей. Это уже почти все. Осталось мне показать вам вот такой совершенно чудный кувшин. Стекло, знаете, я его не назову совсем уж тонким. Он довольно, мне кажется, такой толстенький. У него очень красивая резьба. Устойчивое основание. Такая, смотрите, какая кругленькая ручка. Крышка. Тоже с резьбой и тоже с такой пимбочкой. И в этом случае у крышки тоже не острый кончик, а вот такой вот срезанный. Я так понимаю, что все-таки это так и задумывалось, что она такая форма у него и должна была быть. В общем, этот кувшин винтажный. Имеет очень хорошее винтажное состояние. Да, наверное, у него есть какие-то следы бытования, потому что он не новенький. Но никаких дефектов, никаких сколов, никаких трещин я в нем не обнаружила. Очень даже хороший кувшин. Цена этого кувшина 900 рублей. Сделаю единственное исключение. Покажу вам не новое. Просто эта ваза, она была в прошлом обзоре, я вам ее показывала. Но в прошлом обзоре на нее сначала была бронь, потом эту бронь сняли, и поэтому она снова в продаже. Поэтому давайте вам еще раз ее покажу. Раз уж у нас с вами вон столько вас на ножке, пусть будет еще одна. Самая простая, самая, наверное, распространенная и, наверное, самая любимая. Мы уже продали, наверное, 4 штуки. У меня тоже такая есть, и я тоже очень люблю ею пользоваться. У нее есть следы бытования вот здесь вот на чаше. Она поцарапана. Ее любили, ей пользовались. Во всем остальном она в состоянии очень хорошем. Ни сколов, ни трещин, они больше никаких нет. Ее цена 600 рублей. Вот это, наверное, все, что я вам хочу показать в этот раз. Отдельно покажу вам бижутерию, покажу вам винтажные игрушки. И, наверное, в завтрашнем видео просто во влоге вставлю вам небольшой обзор. Вот. А сегодня, я думаю, что на этом все. Я показала вам все. В инфобоксе будет указано и наличие товара. То есть, если товар продан, либо он в броне, об этом будет в инфобоксе отметка. Ну, наверное, все важное я вам рассказала. И на этом буду с вами прощаться. До следующей встречи. Пока. Пока-пока.